Так, мои хорошие, начнем с того, что для того, чтобы поменять себя, человек должен прийти к себе. Понимаете, жить в завтрашнем дне означает жить в страсти, куда-то бежать все время, на что-то мечтать. Понимаете, надо мечту превратить в жизнь. Не нужно мечтать. Надо перестать мечтать. Надо начать жить прямо сейчас. Прямо сегодня. Если вы хотите жить завтра, тогда никакой жизни не будет. Человек должен сначала соединиться с настоящим временем, потому что счастье и разум, победа над судьбой, все находятся в настоящем времени. Это означает, что я должен жить сейчас, прямо сейчас. Вот я два месяца назад знал, что в молитве я узнал, что будет опасность определенная во время моей поездки в Израиль. Сейчас я был в Израиле. Мне нравятся там хорошие люди, очень добрые. Все эти еврейские анекдоты про жадных людей, израильцев, евреев, про жадных евреев. Я был в шоке. Я ездил целый месяц, они мне подарили подарков только в одном Израиле, больше, чем везде, где я только не был. Понимаете, они не жадные вообще, это глупо так думать. Это разумные люди, очень серьезно стремящиеся к Богу. Это действительно святая земля, на которой пророк Моисей появился. И отец наш, и сын человеческий, Иисус Христос. Вот. Но я знал, что у меня будет какая-то опасность. Я всех предупредил, мои сотрудники молились целый месяц о том, чтобы у меня все хорошо было в этой дороге. И вроде бы было все хорошо, но когда я летел назад сюда, в Москву, то вчера был ураган, метель. Самолет полтора часа кружился над аэропортом. И когда он садился, то его так колбасило. Я, когда сел на этот самолет, я посмотрел мысленно судьбу всех, кто в этом самолете сидел. И сидит и увидел, что у всех опасность смерти есть. У каждого человека, вот в этом всех. Бог как бы, как знаете, есть анекдот, самолет падает, и когда человек молится, спаси нас. И Бог ему в сердце говорит, слушай, я вас два года вместе собирал. Я не знаю, сколько на этот самолет вместе людей он собирал. Но факт остается фактом, что у всех была плохая судьба, опасность, гибели. И мы садились удивительно. То есть вот так вот самолет летел, трясся весь. И мы когда сели, он подпрыгнул один раз, наклонился еще на одно крыло. Потом еще раз, в конце концов. Когда мы сели, все аплодировали. И очень всем понравилось, что живы остались, все, короче. Вот. Ну то есть идея в чем заключается? Что я был разбитый после этой дороги, я молился сильно, хотел жить. Вот. Ну все хотят жить в этом мире, что тут особенного. И сегодня я с утра был очень разбитый. Но тем не менее я углубился в молитву, два часа промолился. И потом побежал еще по парку бегать. Там нас рядом с парком поселили, мы там бегали с моим помощником. После этого я почувствовал себя силой. То есть молитва и природа дали силы. Но если бы я отложил это все на завтра, я бы сегодня лекцию не смог прочитать. По факту, вот сама идея, что мне надо было вам служить, заставила меня это делать. Поэтому очень важно понять, что если человек живет не для кого, а просто для себя, он не будет жить настоящим днем. Судьба будет его ломать, и он будет пытаться отдыхать от этого, восстанавливаться годами. И он никогда не отдохнет. Чем больше человек отдыхает, тем больше он з-дыхает. Ну то есть отдых не дает человеку силы. Силы дает только аскеза. А и аскеза на природе, и в контакте с Богом, в контакте с природой человек восстанавливается. И это означает, что это делать надо сегодня, а не завтра. Прямо сейчас. И если человек этого не понимает, то работа над своим характером бесполезна. То есть нет смысла думать, что ты когда-нибудь поменяешь свой характер, если ты не действуешь. Телефон сам включается уже. Вот.